В Новый год с правильными привычками! В сегодняшнем ролике мы расскажем, какие навыки помогут вам внести в жизнь желаемые позитивные изменения. Берите на вооружение! Саморазвитие. Планируйте дела на неделю. Составив в воскресенье план, вы не потратите время на раскачку в понедельник с утра. Если не получается на неделю, то планируйте каждый вечер дела на следующий день. Мы рекомендуем установить Google Keep. Приложение не только удобное и простое в использовании, но и доставит немало удовольствия настоящим перфекционистам, благодаря возможностям сортировать задачи по цвету и прикреплять к ним кода. Учите языки. Это отличный способ улучшить работу мозга и потренировать память. Выделяйте на обучение хотя бы 15 минут в день, запоминая не менее трех новых слов. Советуем попробовать приложение BUSU, где можно общаться напрямую с носителем языка, или EVA, которая позволяет учить английский с помощью любимых книг, фильмов и сериалов. Приток новой информации позволит расширить кругозор, улучшить память и работоспособность. Каждый день выделяйте как минимум 30 минут на чтение книг любого интересного вам жанра. Слушайте аудиокниги. Если времени на чтение не хватает, скачайте книги на смартфон и прослушивайте их в любое удобное время. Красота и здоровье. Плановые визиты к врачу. Плановые осмотры у врача должны стать обязательными. Не ждите, пока болезнь проявит себя в полную силу. Раз в полгода посещайте мамолога, гинеколога и стоматолога. Дезинфицируйте экраны смартфона и планшета. К концу дня наша любимая техника становится настоящим рассадником микробов. Дезинфицируйте экран хотя бы раз в сутки. И возьмите за правило не трогать лицо и слизистые после контакта с телефоном даже на короткое время. Ухаживайте за лицом по всем правилам. Кожу необходимо очищать, тонизировать, увлажнять и питать. Не стоит недооценивать важность очищения. От того, насколько правильно оно проведено, зависит результат дальнейшего ухода. Сыворотка и крем намного лучше проникают в кожу, которая тщательно подготовлена. И за волосами тоже. После применения шампуня всегда используйте кондиционер. Перед любой горячей укладкой наносите термозащиту. А также во время каждого третьего мытья головы наносите на волосы маску. Помните о руках. Хотя бы раз в неделю используйте масло. Тщательно вотрите его в ногти и кутикулу. Спустя пару минут нанесите на руки жирный крем плотным слоем на 20-30 минут. Новые впечатления. Чаще экспериментируйте. Хотя бы раз в неделю удивляйте себя вкусом новых блюд, посещайте незнакомые ранее места, открывайте для себя новые жанры кино или музыки. Найдите время для творчества. Даже если вы не уверены, что обладаете хоть каким-нибудь талантом, попробуйте найти занятие, которое приносит вам настоящее удовольствие. Уделяя творчеству около двух часов в неделю, вы гарантированно получите результат, хотя бы в виде приподнятого настроения. Цените приятные моменты. Найдите пять минут вечером, чтобы сделать заметку в своем дневнике. Напишите о том, что вас радовало сегодня и за что вы можете поблагодарить этот день. Финансы. Следите за сезонными распродажами. Если вы знаете, что осенью вам понадобятся новые пальто или ботильоны, приобретайте их заранее на весенние распродажи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В этом видео мы поделимся с вами простыми лайфхаками, которые упростят вашу жизнь и позволят сэкономить немного времени. Практически каждый магазин дарит своим покупателям скидочные и накопительные карты. Для того, чтобы не возникало трудностей с поиском нужной в данный момент карточки, предлагаем вам воспользоваться нашим простым советом. Пробейте уголок карточки дыроколом. Выберите именно тот угол, где не расположен штрих-код или магнитная полоса. Оденьте все карточки на кольцо для ключей. И вуаля! Все карты хранятся в одном месте. Если в вашем шкафу не оказалось свободной вешалки для брюк и юбок, вы можете взять два канцелярских зажима и в точности повторить конструкцию специализированной вешалки, закрепив зажимами вашу одежду. В таком виде она не помнется. Столовое и ювелирное серебро имеют свойство чернец и покрываться налетом. Но для того, чтобы очистить изделие, не обязательно обращаться в мастерскую. Нанесите зубную пасту на украшение. Паста должна быть обычная, белая, без примесей. Мягкой зубной щеткой натрите серебро. Оставьте на 5-7 минут. Затем промойте водой. Ваше украшение вновь засияет, как новое. Если ваш шерстяной свитер сильно колется, не нужно терпеть и ждать, когда он смягчится сам. Положите слегка влажный свитер в пластиковый пакет и поместите его в морозилку на 1-2 часа. Затем просушите его и носите с удовольствием. Каждый офисный работник знает, что ланч, приготовленный дома, это просто, вкусно и выгодно. Однако с течением времени такие обеды в контейнерах могут стать однообразными и даже скучными. Бесконечное оливье, паста, картофельное пюре, котлеты. В этом видеоролике мы предлагаем вам три рецепта необычных офисных ланчей. Разнообразьте свой рацион вкусными и небанальными блюдами вместе с видеоканалом. Бон аппетит! Всего полчаса на кухне и ароматный рис с грибами на белом вине готов. Это простое в приготовлении блюдо чем-то похоже на резонто. Однако готовиться намного проще. Чтобы приготовить такой ланч, раскалите в сотейнике оливковое масло с добавлением 30 грамм сливочного. Обжарьте измельченный лук до прозрачности. Добавьте нарезанные пластинами грибы и готовьте до испарения жидкости. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте. Влейте белое вино и готовьте 2-3 минуты. Добавьте рис, бульон, соль, перец и оставшееся сливочное масло. Доведите до кипения и убавьте огонь до минимального. Затем накройте крышкой и доведите рис до готовности. Быстро перемешайте рис и посыпьте измельченной петрушкой. Дополните ланч сладким перцем и слоеными ушками. Капуста брокколи – это легкий и практически универсальный продукт. Попробуйте подать ее под особым соусом – греческим йогуртом с добавлением небольшого количества уксуса и сахара. Сопроводите блюда беконом, красным луком и приправами. И гастрономический восторг обеспечен. А на десерт побалуйте себя сладким бутербродом с грушей. Для приготовления салата с брокколи подрумяньте бекон на раскаленной сковороде. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Разберите брокколи на соцветия. Соедините с беконом, луком, изюмом и семечками. Взбейте йогурт с добавлением уксуса и небольшого количества сахара. Заправьте салат соусом и перемешайте. Чтобы приготовить сладкий бутерброд, смешайте рикотту, соль и 2 чайных ложки меда. Смажьте сладкой массой ломтик хлеба. Нарежьте грушу пластинками и избрызните соком лимона, чтобы фрукт не потемнел. Поместите кусочки груши на хлеб, полейте медом и посыпьте миндалем. Дополните салат домашней котлетой и сладким бутербродом. Если вы предпочитаете сытные горячие обеды легким ланчем, это блюдо идеально впишется в ваш рацион. Чтобы приготовить сфаршированный картофель, тщательно вымойте картофель и обсушите. Проколите каждый клубень несколько раз вилкой. Поместите в форму, выстеленную фольгой, смажьте оливковым маслом и посолите. Запекайте в течение 30 минут при 200 градусах по Цельсию. Срежьте верхушку картофеля и удалите сердцевину. Добавьте сливочное масло, соль, перец, бекон и перемешайте. Заполните начинкой подготовленный картофель, посыпьте сыром и зеленым луком. Выпекайте при 190 градусах по Цельсию 10-15 минут или до тех пор, пока сыр не расплавится. Дополните ланч помидорами черри, соусом карри-майо и яблоком. Дети растут невероятно быстро. Еще вчера ваш ребенок только научился ходить, а сегодня он уже сидит за школьной партой. Но вместе с трепетным чувством гордости в жизни родителей появляются также многие проблемы и трудности, связанные с адаптацией к школе. Сегодня мы поделимся с вами несколькими рекомендациями психологов, которые помогут сделать переход из садика в школу более комфортным. А также покажем несколько школьных лайфхаков. Смотрите до конца. Каждый новый день начинается с пробуждения. Психологи рекомендуют завести для ребенка собственный будильник, который будет только его, и хвалить за самостоятельный подъем. Это поможет воспитывать в себе самостоятельность уже с первого класса. Контролируйте нагрузку ребенка. Не стоит вместе со школой отдавать его еще в какой-то кружок. Пусть он сначала адаптируется к учебному процессу. Исключение составляют секции общей физической подготовки, которые направлены на поддержание молодого организма и иммунитета. Провожая ребенка в школу, не используйте фразы «Веди себя хорошо», «Не балуйся», «Смотри, не заработай плохую оценку». Просто пожелайте хорошего дня и скажите, как вы его любите. И наоборот, забирая ребенка со школы, не набрасывайтесь на него с допросами, а дайте инициативу в разговоре ему. Золотые правила, которые должен знать и помнить каждый родитель, критикуйте исполнение, а не ребенка. И вызубрить не значит запомнить. Всегда контролируйте, насколько ребенок понимает смысл изучаемого материала, ведь именно от этого зависит прочность детской памяти. Особенно внимательными следует быть к школьнику в так называемые критические периоды. Это первые 4-6 недель, первая неделя после зимних каникул и середина последней четверти. А теперь перейдем к лайфхакам. Попробуйте заинтересовать своего школьника наукой. Продемонстрируйте, какой занимательной может быть математика. Таблица умножения на 9 полностью оправдывает звание точной науки – волшебство. А еще с помощью цифры чисел можно создавать рисунки. Разбивайте фантазию и воображение. Все мы учимся на ошибках, и возможность тут же исправить какой-то огрех очень полезна для ребенка, ведь она помогает всегда держать результат под контролем и не спотыкаться о свои прошлые ошибки. В этом вам может помочь специальная ручка с ластиком. Эффект Моцарта – это феномен, который пока не смогли доказать и объяснить. Но в его действии нет ни малейшего сомнения. Произведения именно этого композитора каким-то магическим образом влияют на математические способности. А классическая музыка в целом – на успеваемость. Обязательно возьмите на заметку. Смотрите с ребенком документальные фильмы на заданные темы. Это не только приятное и полезное времяпровождение, но и способ разбавить чтение, правила и упражнения другой деятельностью. И последний совет на сегодня. Помните, что ваш школьник все еще маленький ребенок, и ему очень необходимы беззаботные игры и ваше внимание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова